Так, ну чё, друзья, нас практически 300 тысяч, обязательно подпишись на канал. Мы обязательно вместе с вами должны перешагнуть эту планку. Ну а теперь поехали. Многие меня очень часто просят рассказать про американский автопром, в частности, про автомобили, американское автомобилестроение, внедорожники, которых я, в принципе, рассказывал, такие как Chevrolet Tahoe и так далее. Сегодня очень часто спрашивают про внедорожник, хотя я считаю его кроссовером, это джип Grand Cherokee третьего поколения, который достаточно презентабельно выглядит, имеет внешние большие размеры. И вообще, на мой счёт, Grand Cherokee третьего поколения, это попытка совмещения стандартов в области комфорта, бездорожья. Ну и самое главное, что нужно владельцам таких автомобилей, это динамика. Ну, по американским меркам, конечно. Что это? Внедорожник или, скорее, кроссовер? Давайте сегодня разбираться. Сегодня расскажу про этот автомобиль, про его болячки и стоит ли его вообще покупать. Поехали! Но прежде чем мы начнём, хочу вам рассказать, ребята, про очень полезный ресурс. Если вы вдруг решите купить новый автомобиль Grand Cherokee, то воспользуйтесь ресурсом автоспот.ру. Это агрегатор новых автомобилей от официальных дилеров. Там представлено огромное количество моделей, огромное количество модельного ряда, от более чем 300 официальных дилеров во многих городах России. Нет никаких посредников. Ресурс абсолютно бесплатный, база каждый день обновляется, где вы получите официальные и достоверные сведения о скидках, каких-то акциях и актуальных ценах на автомобиле. автоспот.ру. Ссылочку я оставлю в описании. Теперь, что касаемо героя нашего выпуска. Автомобиль Grand Cherokee со всеми его техническими решениями вообще, по правде, получился достаточно дорогим, сложным. Многим им, кстати, очень нравится внешне, привлекательный стиль и достаточно неплохое, по американским меркам, хорошее оснащение. Такие версии, например, как Limited и Overland, могут даже понравиться любителям роскоши. Grand Cherokee, по правде, только кажется огромным. По правде, его длина всего лишь 4 метра 75 сантиметров, что, по правде, не так уж и много. Качество отделочных материалов, если честно, на мой взгляд, у этого автомобиля оставляет желать лучшего. Такие признаки износа различных обшивок и так далее появляются уже спустя 50-60 тысяч километров. Кожа кресел, с виду она кожаная, но она лопается и трескается. Да и кожица там, в принципе, практически уже не осталось, только под некоторыми особо важными частями тела. Остальное – банальный кожзам. Что же касается двигателей Jeep Grand Cherokee, то он имеет достаточно интересную линейку моторов. Первый и самый распространенный мотор, с которым покупают современные Grand Cherokee, это дизель от Mercedes 30 V6. Мотор, в принципе, имеет хорошую тягу, особенно на высоких оборотах, работает тихо и мягко. Собственно, ну, потому что производитель моторов такой. Расход топлива у этого мотора огромный, скажу сразу, по сравнению с конкурентами. За городом уложиться в 10 литров у вас навряд ли получится, ближе, скорее, к 12 литрам в спокойном стиле. Для сравнения подобного объема дизеля, например, у Audi, BMW, у Volkswagen, Touareg, например, имеют расход топлива при спокойной езде в районе 7 литров на 100 км в час. У Grand Cherokee же средний расход составляет 12-12,5 литров. Так что имейте в виду. За сам мотор, то я бы не сказал, что он особо надежный. У него отказывают навесное оборудование, могут резко, например, перестать работать свечи накала по причине неисправности модуля самых свечей накала. Вообще, главная беда этого мотора, что повреждаются заслонки в выпускном коллекторе и летят в турбину. О последствиях этой, так сказать, неисправности, думаю, вам рассказывать не нужно. Самым большим недостатком бензиновых двигателей на Grand Cherokee, да, в принципе, у всех америкосов, я считаю, это огромный расход топлива. Двигатели 3,7 литра, естественно, импортировались только из США. У этих моторов динамика достаточно слабая. Ну, так сказать, для спокойных овощных передвижений этого атмосферного мотора более чем достаточно. Гораздо лучше, конечно же, едет Grand Cherokee с мотором 4,7, либо 5,7 литра V8. Вообще, сам производитель заявляет, что такие агрегаты в городе потребляют ну, не менее 20 литров на 100 км в час. Реальные же цифры, кто в курсе, некоторых автолюбителей могут повергнуть в шок. С 5,7 литровым мотором расход составляет порядка 40 литров на 100 км. Если неспешно ездить, то, когда специальная система отключит 4 цилиндра, то можно добиться результата примерно 18-25 литров. Но о меньших, грубо говоря, цифрах даже не мечтайте. После рестайлинга мощность, кстати, этих моторов выросла. У 4,7 литрового мотора мощность выросла с 231 до 303 лошадиных сил. А вот 5,7 литра вырос ненамного с 326 до 334 лошадиных сил. Вообще, двигатель 4,7 V8 Polar Tech имеет достаточно простую и классическую конструкцию. Там чугунный блок, тяжелый, головки с двумя клапанами на цилиндр. И характерные болячки этого мотора всего лишь это порога прокладок головки блога цилиндров, ну, деформация, там, выпускных коллекторов и утечки масла. Собственно, все. Естественно, многие меня спросят, что ты скажешь про мегаверсию Grand Cherokee, а именно оснащенный двигателем V8 6.1, который был разработан компанией Street & Racing Technology, сокращенный SRT, Grand Cherokee SRT. Вообще, это только кузов от Grand Cherokee. Этот автомобиль выделяет, естественно, заниженная подвеска, там, по-моему, 30 или 50 мм вниз. И совсем другие плотные настройки шасси, разноширокие шины, как на BMW. Совсем там другие тормоза на SRT стоят, хотя и их тоже владельцы стараются поменять, так как они недостаточно эффективны для мощности этого мотора. Привод у этого автомобиля на заднюю ось с автоматическим подключением переднего моста посредством дисковой муфты. Вот и, собственно, мое отношение к SRT. Это вроде бы внешне похожий автомобиль, но по правде это совсем другой, так сказать, аппарат. Что же касаемо технологических и вообще конструктивных особенностей Jeep Grand Cherokee, то хочу сказать, что вы должны знать, что все версии Grand Cherokee оснащаются пятиступенчатым автоматом. И хотя сегодня такое количество передач считается, как уже прошлым веком, но это реально так. Стоит отметить, что коробка у этого Америкоса работает достаточно мягко, плавно и практически не замедляет автомобиль. Шасси Jeep Grand Cherokee на передней оси полностью независимое рулевое речного типа, что добавляет, в принципе, проблем этому автомобилю. Рейку вы можете поменять на 50-60 тысяч километров. Но, и еще раз но, сзади как было, так и осталось жесткий неразрезной мост. Вообще, сам Grand Cherokee, в принципе, как его предыдущее поколение, имеет самонесущий кузов, то есть интегрированная усиленная рама. Такая система, с одной стороны, позволяет сделать больше места в салоне, а с другой стороны, повышает устойчивость на, скажем так, легком бездорожье. Сзади жесткий мост, пружины. Многие, кстати, серийные автомобили имеют уже серийную защиту, достаточно серьезную. Что касаемо трансмиссии, то, знаете, если вы хотите купить Jeep Grand Cherokee не только для комфортного передвижения по асфальту, но и для каких-то там передвижений на внедорожной местности, многое зависит от модификации конкретного автомобиля. Можно наскнуться даже на моноприводные автомобили, а именно с приводом на заднюю ось 2WD. Это реально импорт из США, чаще всего с двигателем 3.7, но на этом автомобиле иметь одну ведущую ось, ну, как-то, я считаю, за гранью разумного. Вообще, в Grand'ах применялось несколько типов трансмиссии. Это Quadra Track 1, постоянный привод на задние колеса с подключением передних с помощью муфты, как, в принципе, на SRT. У такого внедорожника или вседорожника вообще отсутствует редуктор, а значит, если в салоне посмотреть, нет и небольшого Т-образного рычажка. Кстати, эффективность подобной схемы привода даже на слабом бездорожье оставляет желать лучшего, и ничего, кроме каши во дворе, месить на нем не рекомендуется. Намного лучше, когда на Grand'е стоит система Quadra Track 2. Там за распределение тяги отвечает муфта, но в случае необходимости водитель может воспользоваться редуктором. И тогда привод между передней и задней осью блокируется механически. Вот это уже реально покруче. Еще лучше, когда рядом с рычагом есть надпись Quadra Drive 2. Это самый крутой привод на данном автомобиле. Это означает, что в автомобиле установлено три электронно-управляемых дифференциала. Внедорожный потенциал этого автомобиля и вообще данной схемы, скажу я, вполне вам так отличный, так сказать. Вас будет останавливать реально при сложных дорожных условиях только, ну, наверное, ходы работы подвески, клиренс и свесы кузовных элементов. Гребет такой Grand, дай боже, и от повреждений снизу его защищают, кстати, опциональные мощные щиты. Эту систему полного привода можно распознать по характерному, такому, Т-образному, хромированному рычажку в салоне у селектора передач. Но у этого привода тоже есть свои болячки, которых расскажу чуть позже. На что вообще обратить внимание при покупке Jeep Grand Cherokee третьего поколения. Вообще, знаете, официальные дилеры на этих поколениях в рамках сервисной акции постоянно обновляли программное обеспечение модуля FDSM из-за самопроизвольного отключения раздатки. В общем, проверяйте пресловутый модуль FDSM. Если автомобиль с дизельным мотором, я считаю, это источник опасных потенциальных расходов на этот автомобиль с пробегом, когда пробег приближается к 200 тысячам километров. Турбины с изменяемой геометрией, как правило, на этом автомобиле плохо ремонтируются. Блок управления турбонагнетателем, к сожалению, отдельно не меняется. Ну, или восстанавливается где-то там кустарными способами. Самый слабый элемент шасси это рулевая рейка на этих автомобилях, я и раньше об этом сказал, которая может застучать и на 50 тысяч километров. Стоимость ремонта в принципе не очень дорогая, около 200 долларов, но за новую рейку придется выложить где-то порядка тысячи долларов. Самый классный Grand Cherokee с трансмиссией Quadro Drive 2, как я уже сказал, у них летят электродвигатели на мостах. При неисправности горит 4 на 4, стоимость ремонта вам обойдется за каждый где-то в районе 100-150 долларов. Поэтому, когда во время теста будете использовать этот автомобиль, обратите внимание на загорающиеся или гаснующие надписи, отсутствие каких-то глюков, посторонних стуков, а во время осмотра снизу на реальные течи из элементов трансмиссии. Это важно. Так как автомобиль реально тяжелый, со всеми его неразрезными мостами, кучей дифференциалов, если это самые навороченные трансмиссии, то первые у них естественно сдаются в подвеске это шаровые опоры и на коричнике рулевых тяг. Как я уже сказал, тормоза на Гран-Чероке слабоватые, поэтому диски тормозные очень часто перегреты и деформированы, из-за чего бьют тормоза. Часто подводят на Гран-Чероке датчики АБС. Если вы хотите купить автомобиль с мотором 4.7 или 5.7, то обращайте внимание на толчки при переключениях, потому что выход из строя АКПП на этом автомобиле обойдется вам не очень дешево. Если сломаются датчики на плате управления, то придется выложить за ремонт примерно от 300 до 500 долларов. Довольно часто, кстати, на Гран-Чероке встречаются сбои в работе электроники. Поэтому при диагностике проверяйте работу всех бортовых систем, начиная с автоматической климат-контроля и заканчивая парковочными датчиками. И, кстати, не забудьте про электрическую регулировку положения педалей, потому что если вы это пропустите, ремонт вам обойдется кругленькую сумму. Кстати, есть такой прикол на автомобилях Jeep и Grand Cherokee, что на приборной панели появляются сообщения об ошибках, а при диагностике выясняется, что их в принципе и нет вовсе. В заключение что хочу сказать. Это достаточно популярный автомобиль, который можно приобрести по достаточно доступной цене, который очень сильно теряет в этой цене. Но помните самое главное, что если вы купите самый дешевый экземпляр на рынке, то он может высосать из вас просто все деньги. Пусть ремонт у Grand достаточно недорог и прост. Не сложный автомобиль, как сам по себе, но когда у него накапливается очень много проблем, все это превращается просто как в снежный ком, и конца и края ему нет. Будьте осторожны и не купите Grand с приводом на заднюю ось. Среди силовых агрегатов наиболее предпочтительным, ну все-таки, как бы там ни было, я считаю, это бензиновое V8, если вы, конечно, готовы платить за расход топлива, который у них просто космический. Ну и самое главное, наверное, о чем все молчат, когда говорят о Grand Гранчироки. Гранчироки нравится всем, но когда вы его купите, то продать его будет ох, как непросто и нелегко. Вы будете последним владельцем, который его купил. Во всяком случае, у вас часто будет создаваться такое ощущение. Ну а на сегодня все, с вами был Акер Механик, ребята, у нас уже практически 300 тысяч, обязательно подписывайтесь на канал, всем спасибо и до новых встреч.